Вечерние наряды, сари и мантии. 132 иностранных студента получили дипломы о высшем образовании в Алтайском государственном медицинском университете. Это представители Ирака, Египта, Индии и других государств. Российское образование в этих странах высоко ценится. Им приходится, наверное, даже побольше учить, чем другим студентам, с учетом, что им еще социализироваться надо. Но они достаточно быстро адаптируются, социализируются. Наши студенты, кстати, очень помогают. И преподаватели очень помогают. Поэтому и вуз выбирают. Они чувствуют себя здесь как дома. Ихаб Лухаиб родом из Багдада получил высшее образование по специальности лечебное дело. Еще пять лет он будет учиться в ординатуре, чтобы исполнить свою давнюю мечту и стать пластическим хирургом. В Барнауле он встретил девушку и женился. Возвращаться на родину Ихаб не планирует. Надо говорить спасибо и благодарить все наши университеты, Алтайско-Катуссанское медицинское, что получили высшее образование. Мне нравится здесь жить. Я уже планирую все мои жизни здесь, в России. После выпускного многим из этих молодых людей предстоит сдать внутренний экзамен в своей стране, чтобы устроиться на работу. К примеру, Йогини Судхакар Кадам из Индии будет врачом-терапевтом. Девушка училась шесть лет, а поздравить ее с получением диплома за несколько тысяч километров прилетели родители и старшая сестра. Мы нашли этот вуз в интернете и решили отправить свою дочь учиться сюда, потому что это один из старейших университетов. Учиться здесь очень престижно. Тут много иностранных студентов, в том числе из Индии. Для многих иностранных студентов выпускной – это особенный день. Они долго готовились, наряжались и репетировали выступления. Для них обучение в России – это не только ценные знания в профессиональной сфере. Это новые знакомства и незабываемые воспоминания на всю жизнь. Мы нашли очень много друзей, мы учились очень много, мы знали еще один язык, там еще как это все люди, как интернационные. Вообще иностранные, опытные, у нас было все. Поэтому очень хороший опыт, очень много, как мы будем запоминать вот это место. Одно из востребованных направлений среди иностранных студентов – стоматология. Мухаммад Мустафа Атлас после шести лет обучения еще два года будет учиться в ординатуре, а потом работать ортопедом. В Сирийскую Арабскую Республику он планирует вернуться в 40 лет. Говорит, наберется опыта, а потом поедет на родину, чтобы развивать родную страну. У нас были очень хорошие, умные, мудрости, преподаватели. Они направили нам к правильной пути. И еще, конечно, за наших родителей, их любовь и забота были наши обороны в этой пути. И мне здесь очень нравится. Я люблю другие культуры, знакомиться с другими культурами и учить новый язык. Факультет иностранных студентов ВГМУ создан в 2016 году. Сейчас там обучаются больше тысячи молодых людей из 30 стран. Каждый из них не только учится спасать людей, но и знакомиться с культурой России и других государств. Елена Самарина, Роман Хайрулин. Новости.